Привет. 15 апреля ВАДА приостановила полностью действие лаборатории ВАДА в Москве. Лаборатория антидопинга лишена аккредитаций и это значит, что начиная с 15 апреля любые спортсмены, которые должны проходить допинг-контроли, проходить допинг-контроли будут только в лабораториях других стран. Этот большой допинговый скандал заслонил за собой другой скандал, о котором все, в общем-то, промолчали. Аналогичная ситуация произошла с лабораторией в Лиссабоне. У Лиссабона осталось 21 день для того, чтобы опротестовать решение ВАДА. Что значит отсутствие лаборатории подотчетной МОК на территории России? И при чем здесь пауэрлифтинг? Только при том, что в главнейшей федерации в России, федерации ФПР, присвоение многих спортивных званий может быть только в присутствии допинг-теста. Захир Худояров прибыл сегодня в США для того, чтобы побороться за большой денежный приз в размере 30 тысяч долларов на одном из американских турниров, к которым он готовился. Все ждем. Будут ли покорены 500 кг в приседаниях на соревновательном помосте? Или же Захир подойдет максимально близко к этому весу? Держим крестом пальцы и надеемся, что Захир победит. Немного о голых жопах. При чем эта картинка, спросите меня вы. Только при том, что существует другая картинка с одной известной спортсменкой. Картинка такая. Понятно, что это фотошоп. Однако, это не помешало одному из деятелей, одной из очень крупных и самых главных федераций, одной из европейских стран мира, яростно рассылать данную картинку по всем. Он додумался рассылать это членам ИПФ с требованием, чтобы сепаратистку не допускали к соревнованиям. Ну, короче, рассылал мужик. Субтитры сделал DimaTorzok